приветствую вас друзья приветствую на своем канале и сегодня у нас вечер среды я решила снять видео сейчас зажигаю свечку свечку для красоты для пущей красоты друзья хотела вам сказать вот по поводу последнего видео который вызвал такое некоторое непонимание со стороны моих зрителей о том насколько правдивую информацию мы говорим в своих видео я хотела бы очень попросить всех не относиться слишком серьезно к тем вещам которые мы говорим почему объясню я потому что считаю свой канал в большей степени таким развлекательным для вышивальщиц я не знаю мне кажется что ничего такого сверх полезного да у меня нет мастер-классов каких-то особо какой-то такой сверх полезной информации канал не несет он больше несет такую развлекательную функцию в том плане что вышивальщица которая вышивает она может там полчасика до повышевать вместе со мной для нее этот блогер больше как такая вышивальная подружка которая составляет ей компанию она приятно проводится с блогером время и почему я так считаю потому что я сама именно так это воспринимаю да может быть для кого-то это конечно по-другому и я там чего-то не понимаю ну вот просто для меня это так и поэтому я исходя из этого и мыслю поэтому и к тому же последнее видео она была тизером ну то есть таким трейлером да вот когда вы смотрите какое-то кино и вам показывают в кинотеатре рекламу фильма то есть вот это я имею ввиду трейлер тизер к фильму до где монтируются самые такие сочные моменты непонятные которые интригуют как затравочка для того чтобы посмотрели этот фильм да и вот это этот тизер он был к ольге нам увидела которое мы снимали это у нас там заседание выход вышивального худсовета дамы так назвали вот и она была естественно абсолютно шуточным то есть я не думал что многие так серьезно воспримут и даже кого-то там в комментариях это обидела совершенно мы этого не хотели вот поэтому я надеюсь на ваше понимание и прошу вас настолько серьезно к тому что мы вещаем не относиться потому что в принципе мы об этом и говорим сами что мы еще такие псевдо эксперты диванные эксперты да все что мы говорим это не значит что это действительно так просто говорим для просто так поболтать скажем так потому что канал вы развлекательный так вот ладно я надеюсь что эту тему мы закрыли и я продолжаю естественно для вас снимать никуда уходить мы не собираемся еще вы от меня и просто так не избавитесь вот поэтому сегодня я вам покажу несколько законченных работ и одну работу в процессе эти работы небольшие поэтому я думаю что видео будет не слишком долгим но я их закончила и мне конечно же не терпится вам показать это рукодельные забавы набор был закончила бабочку я ее вышивала в большей степени на работе это мой был рабочий процесс когда было время по чуть-чуть по нескольку крестиков я могла делать и вот не так давно я ее на днях закончила отгладила я особо знаете не стираю свои работы мне кажется что в этих наборах отличная основа она такая рустик и поэтому она не нуждается в замене если у кого есть наборчики мне кажется не стоит менять все отлично получается и у меня есть еще одна не вышитая бабочка такая светлая голубинка я надеюсь вставлю вам сюда картинку чтобы напомнить какая вот еще ее я закончу не знаю когда пока отложу этот момент и оформлю всех своих бабочек по моему мне их или четыре у меня их или 54 наверное если не ошибаюсь больше я в принципе не думаю что я буду больше еще эти бабочки вышивать потому что я в принципе их могу смогу оформить как-то там в ряд или по квадрату или как-то там скомпоновать на стене и будет уже очень красиво они очень реалистичные красивые такие дизайны всегда мне нравились вот еще одну и можно будет оформить еще одна классная работа которую я очень быстро вышел на свое удивление это работа от дизайн да я думаю что вы все узнали вот так вот это дизайн свинта на дизайнер светлана бойко которая делает вот такие русские примитивы или вышивка ля рус что тут в таком русском стиле она творит свои шедевры и вот это один из них знаете он вышивается всего четырьмя цветами и из таких дизайнов изначально вот мне очень запомнил запомнились лонг доги один лонг дог я начала это монохром на белой конве черными нитками и я поняла что он конечно безумно красивые стильные работы но вот мне скучно мне нужен нужен свет и как можно больше я знаете боялась брать такие работы хотя мне очень нравятся вот многие работы которые светлана разработала анна кир у нас в этой в этом в этой технике да делает схемы мария день вышивки тоже очень такие талантливые дизайнеры я боялась что так как там обычно немного цветов всего 34 обычно 5 до что вдруг мне будет скучно и я просто такую а у светланы очень большие работы я боялась что вдруг мне будет скучно я просто не смогу ее закончить от этого мне будет очень обидно но знаете вот эту она небольшая да но все равно такая существенная примерно за неделю я с ней справилась неделю может быть чуть больше не 10 скажем так вот и она я считаю меня очень быстро вышелась я даже сама удивилась как мне понравилась эта работа возможно это выбор основы и то как смотрятся вот эти цвета основа у меня лен 28 каунта это от стефани а там сплендер такой красивый бордовый цвет и знаете многие говорили мне про эту птичку что вот как красиво я подобрала цвета на самом деле ничего такого не подбирала вот эта птичка и многие дизайны у свинтаны можно выбирать схему на определенном фоне то есть вот эту птичку я купила на бордовом на сайте у свинтаны можно ее купить на по моему на розовом и на бежевом соответственно там будет совершенно другой колорит основных ниток то есть вот этот дизайн именно вышивается на бордовой ткани я купила именно его то есть вам нужно сначала при этом такой нюанс что определиться с основой какая у вас есть и потом уже выбирать и покупать конкретный дизайн потому что колорит будет различаться темный светлый фон и так далее надеюсь я понятно объяснила этот момент но и вот такой тут девиз и девиз написан в девиз всех вышивальщиц многопроцессниц а я такой таковой являюсь не диво дело начать диво закончить действительно так важно в жизни доводить свои дела начатые до конца и вот этот дизайн он будет мне думаю об этом напоминать получилось очень красиво мне нравится это сочетание цветов классно легли крестики хотя темная основа вот значит у меня здесь все ниточки по ключу единственное что здесь серый цвет вот этот это номер три демси номер три один из новых цветов который появился в палитре у меня к сожалению я покупала свою палитру цветов демси тогда когда эти цвета еще не вышли поэтому мне его в палитре в коллекции нету и я просто подобрала цвет на свой вкус вот так вот произошло я взяла 318 цвет может быть кому-то пригодится я не знаю точно соответствует он или нет я посмотрела компьютере в компьютере загуглила номер три примерно как выглядит и вот что-то такое подобрала вроде ничего получилось и неплохо все это смотрится очень быстро намного вышелся но я еще и с таким удовольствием вышивала эту птичку мне еще есть несколько дизайнов он свинтаны но это значит знаете такие маленькие подушечки ленькие подушки тут у меня есть еще ткань я думаю что я здесь что-то вышьем она еще что-нибудь и будут такие декоративные красивые такая вот законченная работа еще у меня законченная работа про которую я даже на своем канале здесь не говорила я рассказывала о ней на пусть и просто для того чтобы моя подруга она возможно смотрит мой канал я не знаю точно иногда она говорит что смотрит иногда может опять нет и я вот снимала это видео для пусть чтобы она не посмотрела что там платные видео ну ладно я надеюсь что сейчас ей некогда потому что я думаю что вы все знаете иринку да с которой я снимала свои прямые эфиры и некоторые видео кто постоянно смотрит тот знает мою подругу иринку вот и у нее совсем недавно в конце апреля родилась дочка вот и я решила что в подарок ей вышли вышли несколько вышивок небольших таких которые можно быстро вышить чтобы они были такими милыми примитивными работами и вот это одна из них которую я закончила буквально на днях это даже вот я ведь еще не погладила эту вышивку значит что это у это метрика свадебная я вы вышила что здесь изображено давайте сначала исходник значит это вот такая схема от пайнбери лэйн кейтю май хат сэмплер такой черно-белая картинка но не важно здесь абсолютно мой собственный подбор знаете я поняла что не особо я умею конечно подбирать цвета потому что вот например сейчас я тоже вышиваю метрику от ладидо да и посмотрите вот эти вот вот этот зайчик он вышит по ключу казалось бы абсолютно такие простые цвета ничего особенного но как это очаровательно все выглядит тут умеют до дизайнеры подобрать цвета я не особо мне не особо все-таки получается значит что у нас изображено у нас изображен кавалеры дома я вот такие красивые нашла шармики объемные ключики здесь и ключики я вам напомню они какие-то такие знаете не очень симпатичные странные такие ключи какие-то длинные такие похожие на мышей непонятно вот поэтому я сразу подумал на еду шармики чтобы было интересно и значит у меня держат значит кавалер держит ребенка с именем захар дамочка держит с именем катя катя назвали дочку и рынке вот я вот недавно закончила потому что я ждала когда наконец ребенок родится я так то начала и его достаточно давно этот дизайн вот вышивала тоже знаете нитками которые мне подарила татьяна славина тут некоторые шелк есть новенькими нитками они так классно между собой гармонировали я вот именно так подобрала но не знаю хорошо это будет или нет как это будет выглядеть то есть мне показалось это сочетание удачным но опять же вот не знаю даже как получится в итоге в оформлении так знаете как-то не понимаю я хорошо я это подобрала или нет все равно до конца значит тут корзина с цветами и здесь у меня описаны инициалы денис и ирина и свадьба у них была 2 июля 2011 года то есть такая вот семейный такой сэмплер ну свадебный сэмплер скажем так вот и следующие две вышивки надеюсь я 2 вышью они только для малышки еще и для захара вышью вот два одинаковых дизайна будут вот такой вот дизайн это метрика от ладидо габриэл роуз называется и значит она мне понравилась тем что она небольшая такой примитив чик достаточно милая сама по себе очень хорошие дизайны значит не небольшая метрика будет для девочки здесь конечно мне опять черно-белая распечатка и вот я еще не все цвета собрала вот начала вышивать тут некоторыми палитра взяла 36 каунт и начала вышивать ниточками dmc палитру взяла прямо из самой схемы потому что мне нравятся эти такие необычные цвета но при этом сочетание получается очень приятно и интересная ленточка тут будет розовая вот на ней я пока не знаю что я напишу вот здесь потому что здесь написано i love you потом значит имя ребенка тут наверное инициалы родителей и дата рождения что я напишу вот здесь я не знаю если вдруг вы мне подскажете какие то идеи что здесь написать я уж думала любовь на это как-то слишком просто или там девочка то что типа девочка у нас родилась в общем это в этом я еще думаю что здесь такого написать небольшое да что-то должно сюда вместиться допустим для мальчика я могла бы сделать например ленточку вот эту голубенькая да вот для девочки она у меня будет розовой и можно было бы эти сэмплеры ну как-то разместить например посередине свадебный один внизу другой вверху как-то вот так я их подгоняю также по размеру чтобы они были как-то таким комплектом смотрелись вот надеюсь что получится неплохо посмотрим то есть просто вот демси значит вот эту рамочку я вышиваю в две нитки серым цветом а вот сам дизайн в одну нитку в одну нитку можно было кстати рамку в одну нитку начинать ну как-то я уже начала в 2 поэтому продолжу пусть она будет такая объемная вот надеюсь его быстро вышить тут уже почти потом ленточка пойдет и там ее просто надпись только сделайте все такая вот у меня сейчас задача стоит сделать хотя бы метрику для девочки а для мальчика я наверное через какую-то работу еще сначала что-то повышеваю и потом только потому что две одинаковых работы вышивать мне будет тяжеловато и скучновато такие вот у меня вышитые работы на сегодня небольшие совсем работа в процессе спасибо вам большое за внимание хорошего настроения вдохновения на вышивку и до следующей встречи